Доброе утро, друзья! А вы замечаете, город зеленеет прямо на глазах. Ну, наконец-то! Каждый раз восклицаю я, глядя на распустившиеся листья деревьев. Так приятно ощущать легкость после долгой зимы, нарядиться в платьице и отправиться по улицам города на прогулку, встречать счастливые лица людей, слышать смех, наблюдать, как город оживает и делиться с вами тем, что нас ожидает сегодня в программе. Общественные работы для тех, кто остался без дела. Проект в поддержку жителей области. Мир без границ. Куда мечтают отправиться мурманчане? Куда сходить? Онлайн-мероприятия набирают обороты. Первооткрыватели Арктики и спасатели на ледоколе. Тематическая подборка для чтения с детьми. Друзья, всем доброе утро! Сегодня 28 мая и у нас в стране оказывается праздник – День пограничников. Вот интересно, а как бы изменился наш мир, не будь в нем никаких границ, посольств и визовых центров? Если бы мурманчане могли улететь куда-то просто по желанию, как перелетные птички, то куда бы они отправились? Ну, я вроде интересно, в США бы съездил, посмотрел, как они живут. Потому что так по Европе много уже где бывал. Скажите, а вы? Не знаю. Ну, любую страну. Я как вам? В моем сердце это Россия, и я никуда не хочу. Вот, никуда вообще не поехала бы. Скажите, а вы? Слушайте, ну я ее поддерживаю, поэтому я думаю, что все-таки мурман. Нет, ну не уезжать, а просто посмотреть. Ну, слушайте, ну, наверное, Крым все-таки. Поэтому, да, там тепло. И, по крайней мере, у нас на севере нечего делать, а Крым все-таки тепло. И я хотела бы побывать в Майами. Да? Да. Почему именно так? Ну, я люблю лето. Там, мне кажется, вечное лето. Я люблю фитнес, а там находится главный офис компании Зумба. Поэтому я хотела бы побывать в Майами. Очень бы хотелось в Ирландию. Если почему, то там очень красивые пейзажи и местность сама по себе. Там, наверное, израильское... Израиль, Мертвое море. Да? Да. А почему именно туда? Ну, уже, наверное, самое соленое. Наверное, хочется как так. А если ты не хочешь, то я бы на Байкал. Я бы на Байкал, конечно. А думаете, там чисто? Я больше чем уверена, что там, по сравнению со всеми остальными местами на нашей планете, там все-таки почище, скажем так. Там эти рачки наши обитают, которые чистят все-таки еще этот Байкал. Так что там приятно. Почему именно Австралия? Не знаю, нравится. Просто, как говорится, такая страна далека от другого мира. Мне кажется, там очень интересно. Много животных, как говорится, для нас новых. Ну и, собственно, красиво. Барьерный риф большой посетить, например. Остров Пасхи. Да? А почему не там? Ну, необычно, я думаю. Не каждый день там полетаешь далеко. Как остров находится? Древняя архитектура, артефакты. То есть, посмотрите. Да я ходил где кругосветки, поэтому мне, я побывал везде, где надо. И даже в Антарктиду ходил один раз. Да как, где хорошо? Где хорошо? Везде хорошо, где нас нет. Лучше России ничего нет, поверьте мне. Наверное, где-нибудь в Вьетнаме. Ели бы насекомых? А нам особо их не любят. Там сам морепродукт. Морепродукт? Ну, насекомых пробовал. Правда, не во Вьетнаме, а в Камбодже. А, и как на вкус? Не очень. Мурманск в моем сердце навсегда. И даже в Балкнуску я никуда не хотел, чем ехать. Ну, поедет он, поедет. Поедет в Сочи. Он в Сочи не в Сочи, что он вам просто такой гонит. Отец сюда приехал с мамкой, а он из Сочи сам. На Камчатке. Да, привет. Ну, потому что я там никогда не была. И сейчас же очень много всевозможных видеоисточников, где можно посмотреть об этом месте. Удивительная природа. Вулканы. Хочется увидеть это. Одно дело об этом много слышать. Другое дело увидеть по телевизору. И третье – увидеть собственными глазами. Прага, погулять по улочкам просто, историческим. По еврейскому кварталу. По еврейскому. Да, может быть, да. Там есть собор из костей еще. Не знаю, да. Очень красиво, интересно. На Мальдивах. А почему именно так? Ну, мне нравится природа там, отстранение. Поэтому хотелось бы там побывать. Очень красиво там. Вы знаете в Тверь? На Тверь? Да, на троллейбе, на трамвейку кататься. А что, там особенные какие-то трамваи? Ну, они там ходят по путям и немного гремят. Вот это самая музыка. Да? И оно того стоит? Угу. Ну, а я, друзья мои, мечтаю посетить Японию. Страну восходящего солнца, где любят аниме и мангу, слушают Джей-рок и едят рамен. А еще там цветут прекрасные сакуры. Надеюсь, когда-нибудь обязательно увижу их своими глазами. Ну, а пока жду, когда покроются свежей листвой наши мурманские деревья. Всего вам доброго, друзья. Удачного дня и до новых встреч! Сегодня, 28 мая, на Кольском полуострове ожидается облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер западный, северо-западный 6-11 метров в секунду. В Кандалакше плюс 14 градусов. В Апатитах и Кировске 12 градусов выше нуля. В Никеле и Заполярном плюс 10, плюс 12 – небольшой дождь. До 12 поднимется столбик термометра в Североморске. В Мурманске плюс 10, плюс 12 – небольшой дождь. Удачного вам дня! Доброе утро! Сегодня мы находимся в библиотеке, поэтому шуметь нельзя. Просто расскажем про книжки, которые можно почитать вместе с детьми. Олег Бундур. Кто был первым на Северном полюсе? Сотни людей пробовали добраться до макушки земли – пешком и на собачьих упряжках, на дирижаблях и самолетах, на подводных лодках и ледоколах. Прыгали на полюс на парашютах и шли к нему на лыжах. Попыток было много, но далеко не все они оказались успешными. Но в конце концов читатели узнают, кто же первым покорил Северный полюс. Еще одна книга про наши края. Вадим Худяков на дирижабле в Арктику. В 1926 году дирижабль пролетел над Северным ледовитым океаном от Шпицбергена до Аляски. По пути он впервые в истории пронес людей над Северным полюсом. Через пару лет новая воздушная экспедиция. На этот раз прямо на полюс. Однако его смелые планы потерпели крушение. На помощь пришли советские полярники на ледоколе Красин. Ну и заключительная книга в тему «Морские монстры Шпицбергена». Авторы книги – норвежские палеонтологи и популяризаторы науки. Читатель отправится в захватывающее научное путешествие во времени на один миллион лет назад, когда на Земле обитали динозавры. В книге вы найдете самую современную и достоверную информацию о доисторических морских животных. Читайте книги и приучайте к этому детей. Александр Шиняев, Александр Саницкий, ТВ-21. Доброе-доброе утро! Чем занять себя в теплые деньки, кроме прогулок и встреч с друзьями? Например, посетить онлайн-мероприятие информационного центра по атомной энергии. Сегодня, начиная с 9 часов утра, стартует онлайн-фестиваль науки «Кстати». На протяжении всего дня гости трансляции смогут принять участие в различных познавательных и увлекательных мероприятиях, организованных информационным центром по атомной энергии. Совместная зарядка, завтрак, выступления научных деятелей. Все это ждет гостей фестиваля на протяжении дня. Будет два супер-классных и интересных события. Одно из событий – это телемост с городом Кировом. И как раз там пройдет процесс обсуждения вакцины, посвященной коронавирусом, ее испытаниям, как это выглядит в данный момент, что вообще происходит. То есть там из первых рук можно будет получить различную эту интересную информацию. И вечером состоится премьера ток-шоу, которая называется «Квадрат эволюции». Чтобы оценить трансляцию и стать первым, кто увидит премьеру шоу «Квадрат эволюции», переходите по ссылке myatom.ru. Фестиваль проходит уже не в первый раз. В планах сделать его ежемесячным. Север – край непредсказуемой погоды. Будьте готовы ко всему и имейте запасной вариант досуга в любимом кресле. Ну а пока смотрите, что нас ждет далее в программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лепнина, мрамор и фрески. Гуляем по парадным Тбилиси. 50 тонн и груз ответственности. В проекте мастера, машинист козловых кранов Наталья Серегина. Хрустящая корочка свежеиспеченного хлеба. Что может быть лучше в долгой прогулке? Поддержка безработных, предпринимателей и семей с детьми. Гость студии – министр финансов Мурманской области. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Такая погода благоволит не только долгим прогулкам, но и приятным встречам. Сегодня у нас в гостях вице-губернатор Мурманской области Елена Дягилева. Доброе утро, Елена. Доброе утро. Как началось ваше утро? Как настроение? Спасибо, прекрасно. Чашечка кофе с утра. Встреча с прекрасными людьми. Уверена, этот день будет чудесен. Приятные события будут и обязательно он будет успешный. От солнца нам шепчет. Да, погодка отличная. Но я предлагаю пройти к нам в студию. Нас ожидает интересная беседа. Пойдемте? С удовольствием. Вот мы уже в студии, усаживаемся поудобнее и готовы обсудить финансовую поддержку мурманчан в период пандемии. Елена, в каждой семье есть взрослый ответственный за финансы семьи, а вы ответственный за финансы всего региона. Когда случилась пандемия, вся эта история, какая у вас была первая реакция? Конечно же, у меня как у министра финансов первая реакция была именно с точки зрения, что будет с доходами бюджета. А будут ли поступать налоги в том объеме, в котором запланировано. Конечно, такие риски серьезные для нашего бюджета, вызовы такие серьезные. Это связано и с ценами на мировых рынках, с цветными металлами, потому что цены начали снижаться. И, соответственно, наши предприятия, крупнейшие налогоплательщики, которые обеспечивают основные поступления в наш бюджет, они, соответственно, несут также риски, и это отражается на нашем бюджете. Тут уж у нас возникают свои риски, как мы будем исполнять свои расходы, понимая, что у нас сейчас дополнительная нагрузка, связанная с тем, что принимаются ограничительные меры, и правительством принимаются соответствующие меры по поддержке бизнеса и граждан. А вот, кстати, к вопросу о гражданах. Многие жители региона остались без работы, и это большой стресс для них. Какую поддержку они получили? Да, действительно, у нас рост безработных граждан. Так мы возьмем, если на 1 января текущего года у нас более 6 тысяч, было, по-моему, 6,6 безработных граждан, то на сегодняшний день это уже более 10 тысяч граждан. И причем прирост основной у нас с 30 марта пошел. Мы не хотели стимулировать безработицу, поэтому первая мера поддержки пошли. Это как раз-таки бизнесу среднему предпринимательству, малому, индивидуальным предпринимателям, чтобы не стимулировать их к тому, чтобы они сокращали людей, понимая, что ограничения введены, они не могут свою деятельность осуществлять так, как прежде. То, соответственно, были введены субсидии, гранты, микрозаймы, которые помогали предпринимателям принимать решения о том, чтобы не сокращать сотрудников. Оставлять их, давать им возможность работать. Да, да, да. Ну, вместе с тем мы прекрасно понимали, что ряд граждан пойдет у нас все-таки как безработные, в центры занятости. И вот для таких граждан как раз мы и предусмотрели меру, которая идет в дополнение к федеральной поддержке. И первая мера, которую мы предусмотрели, это увеличить объем этой поддержки до минимального размера оплаты труда Мурманской области. А это целых 27 899 рублей, то есть существенный рост. Это касается обычных жителей, которые остались без работы? Да, совершенно верно. Это минимум, который они получают? Да. А вот вы рассказали о поддержке малого бизнеса и среднего. Малого и среднего бизнеса, да? Да, индивидуально. А что касается обычных граждан? Я знаю, что некоторые люди, лишившись работы, у них сейчас есть возможность устроиться на общественную работу. Ряд граждан, которые не хотят, во-первых, сидеть дома, во-вторых, не хотят фиксироваться как безработные, потому что это и много индивидуальных предпринимателей. Для того, чтобы безработным стать, им нужно закрыть свое предприятие. Для таких как раз мы предусмотрели временные общественные полезные работы. И граждане с удовольствием пошли на эти работы. Есть отзывы в сетях, где парикмахеры, маникюр, педикюр, занимающиеся этим направлением деятельности, вышли на улицу, чтобы убирать территорию. Соответственно, уровень оплаты труда, чтобы заинтересовать граждан, мы им подняли. То есть это не минимальный размер оплаты труда в 27 800, а уже на 50% увеличенный. То есть объем выплат составляет 41 000 рублей. То есть при полном рабочем месяце и, соответственно, если полноценные дни отработаны. Ну, то есть такая хорошая возможность обеспечить себя в нынешней ситуации. Да, при этом сегодня буквально наткнулась на такой момент, что есть негативный отзыв такой. Вот увидела, что беспокоятся о том, что временно общественные и полезные работы граждане пошли на них, и тем самым лишают несовершеннолетних ребят, которые сейчас также хотят идти работать, мест. Вот. На этот счет здесь тоже мы предусматриваем меры. Андрей Владимирович у нас распорядился к заседанию правительства, на котором мы будем рассматривать те меры, которые примем, чтобы как раз-таки стимулировать работодателей принимать на работу несовершеннолетних ребят. От 14 до 18 лет. И давать им такую возможность. Да, потому что мы понимаем, что это лето у нас особенное будет, не все смогут уехать, не все рискнут уехать из региона. И поэтому мы стараемся местами, чтобы не было потрудиться ребятам. А что касается семьи с детьми, есть такая шутка в интернете, что вакцину от вируса первой изобретут молодые мамы. Мамы с маленькими детьми. Каким образом вы поддерживаете семьи с детьми? Семьи с детьми, конечно, это вообще наш приоритет, на самом деле, потому что демография, рост демографии Мурманской области для нас очень важен. У нас на сегодняшний день более 20 мер поддержки, но именно в рамках пандемии этих ограничительных мер, как мы поддерживали. Первое, это было безработным гражданам. Если у них есть дети, на каждого ребенка по 3 тысячи рублей доплачивается. Далее была федеральная мера принята, это 5 тысяч рублей с апреля по июнь месяц, апрель-май-юнь, это 3 месяца. По 5 тысяч рублей до 3 лет, если дети имеются. И, соответственно, следующая мера, которая только сейчас вступила в действие, это 10 тысяч рублей единовременно, если дети от 3 до 16 лет. Соответственно, на каждого ребенка также граждане могут получить эти средства. Мы надеемся, что это будет существенная поддержка для наших граждан, помимо тех всех мер, которые мы хотим поддержать. Елена, а что бы вы пожелали людям, которые столкнулись с этой ситуацией? Потому что я так понимаю, что не все могут даже психологически выдержать такую ситуацию. Возможно, ответственность у кого-то большая, кредиты, семья. Что здесь пожелать? Конечно, это сложная ситуация, и все мы понимаем, это сложное время, поэтому и стараемся максимальное количество мер со всех сторон рассмотреть, все жизненные ситуации, с которыми сталкиваются граждане. Но при этом, наверное, первое, что хочу отметить, это всегда верить в себя. Когда веришь в себя, все обязательно получается. Ну и, конечно же, беречь. Беречь себя, здоровье, чтобы у всех было, и беречь своих близких. Не терять силу духа, не опускать руки. Конечно, да. Все проходит, и это тоже происходит. Совершенно верно. От этого мы только сильнее станем, еще и плюсы приобретем. Мы научились быть более чистоплотными, в плане помыть руки обязательно. Это уже обязательно. Да, да. Поэтому это тоже будет способствовать, я думаю, развитию нашей страны, потому что, конечно же, ряд проектов в результате вот этого опыта мы будем запускать. Это и связано с дистанционными как раз форматами работы. Потому что вот это... Новый возможно. Если бы не была пандемия, к сожалению, не было бы вот этого опыта, и не было бы развития скачка в дальнейшем. Ну да, даже в трудных ситуациях есть плюсы. Да. Елена, спасибо вам, что пришли. Спасибо вам. Поделились. Было очень интересно. Спасибо. Доброе утро всем, кто присоединился к нам. Сегодня четверг, 28 мая. И с вами я, Юлия Константинова. Я снова в студии. И выходные, кстати, неминуемо близятся, а вместе с этим семейные прогулки и походы на природу, которые не обходятся без вкусного перекуса. И тут я вам предлагаю сделать бутерброды на хлебе, который вы испекли своими руками, как Хью Джекман. Австралийский актер Хью Джекман поделился видео на своей странице в Инстаграме, где он держит в руках свежеиспеченный хлеб. Это мой первый хлеб, признался актер, вдыхая его аромат. Ну все, это последняя капля моего терпения. Я хочу испечь хлеб. Если даже Росомаха смог это сделать, то у меня точно получится. А пока смотрите в заключительной части выпуска. Ответственная за пультом управления краном. Увлеченная за пределами цеха. Знакомимся с героиней проекта «Мастера». Банкет в честь царя. Какие истории хранят особняки Тифлеса? Наш город и наше производство. Иногда призвание находит вас само. Вот, например, жительница Заполярного Наталья Серегина. Она не первая женщина-крановщик в своей семье. Об особенностях профессии и своих увлечениях она рассказала в проекте «Мастера». Хрупкие женские плечи способны выдержать большую ответственность. Наталья Серегина, машинист крана Кольской ГМК, знает об этом не понаслышке. Вот уже семь лет она способствует бесперебойной работе предприятия. А ведь, казалось бы, только недавно был ее самый первый рабочий день. Было, если честно, страшно. Меня учила, стажировала моя тетя. То есть она мне все говорила делать так, чтобы меня не качало, не трясло. Я ехала так, у меня в детстве что-то там не то. Там она говорит, ну, допустим, у меня тетя говорит, дотронься пауком, допустим, ну, с этими стропами. До вот этого контейнера, чтобы ровно посередине было. Я там все боялась, а вдруг я сейчас зацеплюсь, а это сейчас все упадет. Либо там задену нечаянный вагон, то же самое, крючком зацеплюсь. У меня, то есть, да, вот так вот, как-то страх вот такой вот был. Вдруг я что-то там не успею вовремя там выключить. Ну, ничего, как-то потом со временем вот попривыкал, уже такого страха не было. Наталья Серегина родилась и выросла в городе Заполярный. Здесь же выучилась, устроилась на работу и освоила управление краном. Сейчас в цехе материально-технического обеспечения трудится 8 машинистов. И все они женщины. Каждый машинист работает в паре со стропольщиком, который дает команды и направляет. Без команды стропольщика я лишнюю команду не сделаю. Естественно, он показывает. У нас есть условное обозначение, у меня есть сигнал на кране. То есть я при любом движении сигнал. Ну, все, чтобы не нарушать технику безопасности. Это все-таки серьезно. Сейчас у Натальи пятый разряд. Она управляет краном с грузоподъемностью в 50 тонн. Перемещая металлоконструкции, запчасти для техники, балки, трубы. Вся работа проходит под открытым небом. Поэтому она напрямую зависит от погодных условий. Если сильный ветер, то я, естественно, работать не смогу. Потому что у нас есть специальные приборы, которые сигнализируют. То есть я не могу. Кран начнет, не до Бог, гнать. Все-таки такую махину не остановить будет. Поэтому, да, вот у нас очень многое зависит от погодных условий. Тот же самый метель, снег. Потому что это все расчистка. Если будут не расчищены под крановые пути, то же сам у меня кран не поедет. То есть вот такие вот, да, от погоды мы очень зависимы. За пультом управления краном Наталья Серегина – ответственный и сконцентрированный сотрудник. А за пределами цеха – увлеченный командный игрок в страйкбол. Команда много тренируется и выезжает на соревнования и турниры. Мы были на большой игре. Мы ездили в Каптор со своей командой. Это было осенью, ну, прошлой. То есть там вообще было, там много было команд и с Апатит, и с Мочегорска, и с Мурманска. То есть нам очень понравилось. Ну, человек, наверное, 60, наверное, точно было. Потому что в каждой команде там как бы так… Ну, человек 60 лет не было. Да, много. Там и полигон большой, то есть интересно. Наша сторона выиграла, да. Как бы не конкретно наша команда, а наша сторона. Потому что там из нашей стороны было очень других, ну, представителей других команд. А так, да, выиграли. Быть машинистом крана Кольской ГМК – ответственное дело. Важно желание трудиться в команде, всегда проявлять внимательность и собранность. И тогда любая высота будет под силу. Юлия Константинова, ТВ-21. Приключения трех индиотов в компании с Рыжей Бестией продолжаются. В Тбилиси они решили прогуляться по знаменитым парадным и посмотреть их во всем великолепии. Да вот столкнулись с проблемой. Все двери с кодовыми замками. Как быть? Три индиота представляют. Наши мучения увидел местный житель и спустился помочь. К сожалению, мы не запомнили его имя, но зато получили мини-экскурсию. На стыке 19-го и 20-х веков центральная часть города активно застраивалась купцами и дворянами. Жить в Тбилиси, а в то время он назывался Тифлис, было модно и популярно. На красоте не экономили и оформляли свои жилища подчеркнуто богато. Лепнина, мрамор, фрески. Все это напоминает парадные Санкт-Петербурга. Здесь же, на втором этаже, располагается небольшая арт-галерея. Вход в нее свободный. Мы отправились к следующей парадной. Но перед этим наш новоиспеченный экскурсовод решил немного рассказать о себе. Я люблю пошутить, раздавить. Санкт-Петербург. 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 У меня учтите, я сразу учтите. Прекрамывай. Насчет немного мой муж погорячился. Из всего, что нам рассказывали, я запомнила, что он разговаривает на четырех языках. В Грузию приехал из Армении, а еще очень хочет водить экскурсии для туристов. Видимо, мы оказались в числе первых. Истории сменяли друг друга одна за одной, но день-то не резиновый. Господин ведущий, выручайте. Вот что это за дом? Это особняк Давида Сараджишвили, грузинского мецената, бизнесмена и производителя коньяка. В начале 20 века он задумал обустроить себе особняк. Для облагораживания жилья из Берлина был вызван архитектор Карл Цаарт. А после кончины Сараджишвили в 1914 именно в этом особняке был устроен большой банкет в честь приезда в город императора Николая II. Теперь же в здании располагается дом писателя. На дверях в нынешнее время видеозвонок, а внутри охрана, поэтому просто так туда не попасть. Единственный вариант – это официальная экскурсия. Сможем ли мы проникнуть в дом писателей бесплатно? Ответ на этот вопрос вы узнаете в нашем следующем сюжете. Не проспите. Как поется в одной песне «Неважно, что было, неважно, что будет» – это наш город, и мы его люди. Друзья, наш край хоть и суровый, но дарит нам много счастливых моментов, от которых хочется петь, танцевать и радоваться жизни. Я желаю вам легкости в душе и энергичных танцев. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!